Серьезное оборудование, продуманное до мелочей приспособления, жесткая дисциплина и олимпийское спокойствие. Подводный мир шуток не понимает. Если в открытой воде есть возможность аварийного всплытия, то в подводных пещерах особые правила поведения. Эта пещера расположена на территории национального заповедника. Ее длина 300 метров, глубина примерно метров 12. Но в конце есть небольшой воздушный купол, там можно остановиться и подышать. В любом случае все кейфдайверы соблюдают самое главное правило. Туда тресть баллона, обратно две трети. Просто так в подводную пещеру не попасть. Помимо дорогостоящего спецоборудования, нужна и сложная группа, и десятки часов упорных тренировок. В награду, говорят кейфдайверы, совершенно невероятное ощущение и фантастические картины. Подводный космос. Это Галаклин. Сверху пресная вода, снизу соленая. Такой эффект дает разный коэффициент преломления света. Соленую воду можно даже потрогать. Эти кадры дороже денег. Чтобы их снять, нужно думать не только о ракурсе съемки и расположении источников света, но и о декомпрессионных остановках, остатке воздуха и понимать, что дублей может и не быть. Все это должно быть на уровне рефлексов. Ты должен это чувствовать, потому что перед тобой открывается настолько удивительный мир. И действительно, многие вещи, которых ты раньше не видел. Пещеры таят в себе тайны веков. Это обломки сосудов для воды, племени Таино. Им как минимум 2000 лет, доколумбовый период. Черепки, говорят, стоят безумных денег. Для подводных археологов здесь в прямом смысле непаханное поле. Но если пещерный дайвинг удел профессионалов, то дайв сафари уже из разряда отдыха и бизнеса. Любительский дайвинг считается одним из самых популярных занятий на теплых курортах. В них берут детей, друзей и жен, от которых не требуют особого мастерства. Достаточно лицензии на погружение в группе. Здесь главное не ошибиться в выборе дайв-центра. Николай погружает дайверов второй сезон. С иностранными партнерами сотрудничает настороженно. Случаи, говорит, бывают разные. Сплыли и в метрах в ста услышали с Олегом крик «Хелп! Хелп!». Вот Олег сплавал его, притянул, начали выяснять. Выяснилось, что его просто оставили и не досчитались. Так вот плавают американцы. Офицер запаса Олег Шевчук живет и работает на побережье Баваров в Доминиканской республике. Приезжает на родину на специализированные выставки. По его мнению, вложение в экстремальный туризм – выгодный бизнес. И особенно в условиях потрясения мировой экономики. Его рецепт – грамотный бизнес-план и подход к делу со смекалкой. Основные критерии успеха – русский экипаж лодки и русские инструкторы. Например, купить плавательное средство, яхту либо катамаран, комплекты очень хорошей экипировки, делать дайв-сафари. В принципе, такой проект может дать результаты примерно через 2-3 года. Конкуренция на дайверском рынке высока. Побеждают лишь те компании, у которых невысокая текучесть инструкторских кадров и постоянно обновляющееся оборудование. Ряд экспертов утверждает, что последние пару лет русские уверенно лидируют. И большей частью из-за харизмы и душевного отношения к любителям подводных приключений. Алексей Кулик, Доминиканская республика, РБК.